привет друзья с вами варчик ну шо в ранговых боях пригораете серебришка тратите молодцы а тут картошечка все никак не закончит свою великолепную остросюжетную многосерийную помойку которая называется песочница 2021 новая серия называется совместный тест фугасов и артиллерии с 23 марта по 29 марта то есть еще есть пару дней можно поиграться на этой песочнице скажу вам честно я не играл и не собираюсь качать этот тест песочницу играть мне это все уже надоело да там картошечка рассказывать что очень важно там что-то там зайти наше мнение там наградки там камуфляж дадут еще какого-то мусора заходите поучаствуйте опрос потом пройдете все это круто и видно что картошечка впервые за последние там года три-четыре начала шевелиться такого шевеления от картошечки я вообще не помню они реально там что-то тестируют опросы какие-то там вопросики там можно написать чего угодно и они вроде как даже на это смотрят и читают и даже какой-то фидбэк от них есть что-то они отвечают такое ощущение что они за четыре года первый раз получили пинком под жопу и начали шевелиться или на кухне включили свет и тараканчики начали бегать а все это время они сидели в темноте им было нормально и в этот раз тоже по ходу все это пройдет вы там по написать и свои отзывы картошечка это почитает и даже что-то на это ответит но в целом по сути уже написано что в мае скорее всего это уже пойдет на общий тест а после общего теста это уже попадет на основу то есть уже совсем скоро это вся билиберда будет на основном сервере и это уже будет не прикол это будет уже в игре но что я вижу про что пишут здесь разработчики они до сих пор ничего не балансили в танчиках и в основном пишут типа но мы заметили что бабаха там это опять хэви чаще пробивает голдой но в целом это не на что не повлияло мы заметили что колесничек лучше пробивает фугасами но в целом это ни на что не влияет мы заметили что т49 там тоже заезжает пробивает но в целом это ни на что не влияет в целом можно ничего не менять ничего не изменять ничего не балансить сами пишут что основным снарядом фугасные танки наносят меньше голдовым чаще пробивают но в целом это ни на что не влияет вот вся суть писанины которую они расписали на своем сайте я читаю и типа смешно даже смотрится просто ржать хочется вот поменялось в танке изменилось пробитие основным снарядом голдовым снарядом поменялись циферки в целом это ни на что не влияет но это просто забей всем понравилась новая механика но в целом это ни на что не влияет до механика то понравилось но каждый танк нужно отдельно под балансить и перевести в нормальное состояние опять после этого всего патча по вылазят новые имбочки некоторые танки станут мусором некоторые сильными и опять все будет по новой опять сильные танки будут душить рандом а слабые будут просто гнить единственно что некоторые танки могут поменяться местами вот и вся суть по поводу артиллерии картошка говорит что оглушение в общем уменьшилась это классно но некоторую артиллерию надо типа там под балансить и они там по 10 единиц по 90 единиц урона отрезали у некоторых арточек но также они уменьшили им еще скорость полета снаряда но вместо этого они им докинули более навесную траекторию и это мне единственное что не нравится вообще вся вот эта чепуха которую картошка затеяла мне на нее глубоко наплевать единственно что мне прям очень сильно нравилось это то что у артиллерии в основном все снаряды будут лететь после этой песочнице если она выйдет на основу не так сильно навесом будет сложнее закидывать за укрытие соответственно артиллерии будет тяжелее в вас попасть а укрытие будут иметь смысл поскольку сейчас от артиллерии даже за укрытием не спрячешься с ее большим сплэшем и навесной траектории полета снаряда но они опять и поднимают эту траекторию полета снаряда повыше чтобы она закидывала везде и обсыкала все вокруг насколько там они подняли я не знаю насколько хорошо они будут закидывать тоже в целом да это лучше чем сейчас по-любому но также мне еще не нравится строчка очень замечательно что количество наносимого урона артиллерии в целом не уменьшится что это за интересные такие нерфы артиллерии которые не нерфы если количество наносимого урона то же самое что это получается артоводики научатся со временем играть в более сложных условиях на своей артиллерии и снова будут бахать урон хороший который не влияет на бой да также картошка описывает что все новые механики там с улучшенным трассером от артиллерии там с индикатором который показывает что у вас летит снаряд и вся остальная чепуха все это всем понравилось все круто все замечательно я тоже не против чтобы какая-то движуха была это все же лучше чем выпускать пустые патчи играть в одно и то же просто скучно уже но в целом это выйдет и выйдет баланса как не было так и не будет потому что они сами пишут что это ничего ни на что не влияет ничего делать они короче не хотят пинок под жопу они получили вроде начали шевелиться но делают все по старинке как и было тяп-ляп и в релиз основная проблема картошки в чем мы как играли на плохих картах так это и останется как избыток голды в рандоме был так это и будет как дисбаланс танков был так и останется как люди посреди боя выходили и не доигрывали и вообще им наплевать на бой потому что не нравится человеку карта он ливнул не понравилась какая-то ситуация в бою он союзников выталкивает еще какой-то чепухой занимается никакого наказания адекватного в рандоме я за это не вижу и в целом видно что с комьюнити особо не работают если бы работали бои бы не были такие убогие по содержанию в общем и целом хорошо что картошечка занимается хотя бы какими-то там второстепенными проблемами в игре и даже пытается их решить но не до конца и делает это тяп-ляп это все же лучше чем выпускать пустые патчи но в целом игра я сомневаюсь что как-то там глобально улучшится по содержанию боя самая большая проблема в игре это мусорные карты дисбаланс очень большая скорость боя и в это играть не хочется поскольку из-за очень быстрых боев теряется разнообразие в бою и они становятся не интересными с вами был арчи карать красиво всем пока а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok